Хочу благодарить наших спонсоров iKool.ru за то, что и в этом году они нам предоставили возможность приехать на съезд и поделиться всем этим с вами. iKool.ru это магазин, где вы сможете найти по-настоящему уникальные девайсы. Всем привет! Мы сейчас находимся рядом с компанией под названием Neptune, а то, что видите у меня на руках, это не телевизор, это часы от этой компании, которая называется Pine. Что такое Neptune Pine? Это часы, которые работают на андроиде. У них есть 512 мегабайтов памяти, они идут в вариантах 8, 16, 32 и 64 гигабайта. Также у них стоит достаточно неплохой процессор, это Qualcomm Snapdragon 1.2, если я не ошибаюсь. Да, 1.2 Dual Core, Android Jelly Bean 4.1, у них есть Wi-Fi, BGN, у них есть 3G, NFC и GPS. Если я еще не забыл, у них также нереально огромный экран для часов 2.4 дюйма. 2.4 дюйма вот такого TFT-экрана, сейчас мы к нему подойдем, я это все дело включу. Вот они включились. Как вы видите, здесь у вас есть такие же кнопки, которые всем привыкнуть с андроида. У вас есть приложение, которое вы уже с ними знакомы из андроида. Также внутри у вас находится Wi-Fi, GPS, Bluetooth 4, USB 2, micro-SIM-карда и NFC. То есть это полноценный телефон, с которого я вам сейчас покажу. То есть по идее, если бы он был подключен к интернету, вы могли бы звонить, писать сообщение. Сейчас мы здесь включим клавиатуру. У вас также есть контакты, конечно. То есть все то, что вы бы увидели в обычном телефоне. Google. Google Now прямо находится внутри телефона. У вас здесь находятся микрофоны и спикеры, которые позволяют вам разговаривать через эти часы. Конечно, позволяет Google Now на них нормально работать. А также у вас есть две камеры. Впереди стоит VGA. Здесь сзади я сейчас покажу. Там 5-мегапиксельная камера. Но для этого мне придется снять часы. Часы сам весят вместе с самим этим ремешком. Будут весить в районе где-то 90 грамм. Ну, где-то 100 грамм. А если вы отдельно только эту штуку будете носить, она снимается. Это 60 грамм. И где-то 35 грамм сам ремешок. В них также есть камера. Впереди у вас обычная VGA камера. Здесь сзади мы сейчас это снимем. Я вам покажу. Там 5-мегапиксельная камера. Сейчас я вам покажу, как это все снимается. Сейчас я вам сниму с руки. Almost done. Я его снимаю с руки. Вот так вот он снимается. Это получается вот такая вот небольшая коробочка, которую вы практически можете использовать как обычный телефон. И здесь, если мы его повернем, я вам сейчас покажу, что здесь у нас находится USB, micro USB 2, чтобы его заряжали. Сбоку у нас кнопочки для звука. Включать и выключать экран, микрофон. А также с этой стороны у нас находится место для наушника. Ну, а сзади та камера, о которой я вам рассказывал. 5-мегапиксельная камера вместе со флешем. То есть, честно вам сказать, из того, что я им вот так немножко попользовался, а попользовался я им совсем мало, все работает достаточно неплохо. То есть, как бы вы ожидали от андроида телефона примерно такого же класса. То есть, вот у нас камера пошла, можно фотографировать. Опять же, камера находится, я бы сказал, немножко на неудобном месте. Почему? Потому что для того, чтобы вам чего-то сфотографировать, вам для этого нужно, конечно, его снять, поскольку камера будет находиться здесь, кроме передней камеры, которая на ней очень удобная. Они говорят, что работать в разговорном режиме он будет примерно 8 часов и где-то 6 дней, если он у вас просто айдол, вы его используете как обычные часы. А он также, он водонепроницаемый, но если вы, то есть, вы можете его пролить водой, но не опускать его под воду. Так что, решать вам. Мне лично достаточно понравилось. Это интересный, я бы сказал, как бы, концепт, который они уже скоро будут продавать. И размер мне совсем даже не мешает. Опять же, компания Neptune, часы под названием Fine. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!